Дорогие друзья, только что поступила информация от адвоката, вынесено решение суда, ему избрали меру пресечения домашний арест. Он уже не может никакой информацией обмениваться с внешним миром. Это запрещено в тех пунктах приговора суда, которые у него есть. Сейчас, я так понимаю, его будут транспортировать домой и сажать его на домашний арест. Мы сейчас ждем и надеемся, что мы его увидим. Так что, друзья, давайте. Свободу Платошкину! Свободу Платошкину! Свободу Платошкину! Свободу Платошкину! Свободу Платошкину! в виде домашнего ареста, я его защитник, да? Если сейчас кто-то ему будет задавать вопросы, он кому-то ответит, юридически это будет считаться нарушением меры пресечения. Мы не имеем вопросов. Сейчас я вам скажу, в чем его обвиняют. Его обвиняют в организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, выслушайте, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказание вооруженного сопротивления представителю власти, а равноподготовка лица для организации таких массовых беспорядков и участия в них. То есть еще осталось добавить, что он куда-то косо поезда пускал, понимаете? Вот это на полном серьезе следственный комитет сейчас предъявил ему обвинение в этих деяниях. Это преступление, в котором он обвиняется, считается особо тяжким преступлением. Наказание предусмотрено от 10 до 15 лет лишения свободы. Естественно, мы постановление суда об избрании мер пресечения в виде домашнего ареста будем обжаловать. В течение трех суток нам закон на это дает время. Но в силу оно вступает незамедлительно. Поэтому я вас очень прошу, никаких провокационных или иных вопросов Николаю Николаевичу не задавать, чтобы он задать. Сейчас его будут транспортировать, да? Ребята, никаких вопросов не задаем. Просто смотрим. Шпатуем все, списываемся, со всеми переговорим. Вот, я вижу Николая Николаевича, он стоит там. Не кричай, ничего не кричим, просто свободу Платошкину можно, но с ним не надо ничего общаться. Нет, конечно, в районе этого будет. Не надо ничего общаться. А может, куда? У меня ключи. А может, по-глубе? Давай, давай. Да, а где Русланчик? Парни, парни. Порускаем. Позор! 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 Базор! Базор! Его следствие приняло решение вывезти его через черный фейс. Снова добрый день, друзья. Николаю Николаевичу терпение, сил, все его поддерживаем. Огромное спасибо всем друзьям, братьям, кто вышел, не пожалел времени, не пожалел сил. Приехал в центр Москвы к Басманному суду поддержать Николая Николаевича. Мы ему со своей стороны окажем всяческую информационную поддержку. Сейчас мы поговорим о том, кто заказал Платошкина, потому что это оказалась очень интересная информация, которая в свое время прошла мимо меня. Отдельное спасибо рупору Москвы, который ведет прямой репортаж, прямую трансляцию с того, что происходит. Вы видите, ему вменяют, что он организовал массовые беспорядки, да еще и с применением каких-то взрывчатых, отравляющих, бла-бла-бла веществ. Видимо, именно из-за этого понадобилось привлечь, провести обыск у него в квартире. Просто посмотрите на эту информацию. Статья от 21 апреля, то есть ей полтора месяца. В «Единой России» инициируют расследование в отношении одного из активных критиков власти, который активно раскручивается в последнее время левыми силами дипломата Николая Платошкина. Об этом в эфире интернет-канал Национального освободительного движения заявил депутат Госдумы координатор НОТ Евгений Федоров, передает корреспондент политнавигатора. По словам политика, высказывания Платошкина могут быть признаны призывами к свержению власти, а самого оппозиционера Федоров назвал американским агентом. «Мы направили его высказывание для анализа на предмет попадания по статье Уголовного кодекса. Если там найдутся основания, то, соответственно, я направлю материалы по привлечению его к уголовной ответственности и немедленному аресту, только не домашнему, а настоящему. Для того он в 2018 году и был десантирован из США в Россию, чтобы заменить Навального, который уже к тому времени, американцы поняли, не справляется». То есть понятно, что здесь у человека психическое отклонение. Платошкин уже, сколько там, гораздо больше 10 лет, он находится, работает на территории России, Российской Федерации. Какое там десантирование из США? Это вообще отдельная история, как он в США был последний раз, и как он там работал дипломатом, и как он оттуда был фактически выдворен. То есть это отдельная история, я сейчас не буду в детали вдаваться. Что у Федорова не все в порядке с главой. Это мы давно слышали подобную информацию. Друзья, обратите внимание, полтора месяца назад Федоров, как депутат Госдумы, это очень серьезный статус, он направляет в правоохранительные органы требования проверить Платошкина. Мы можем предположить, что за это время они по каким-то высказываниям по свержению власти не нашли состава преступления, и поэтому сейчас зацепились за другой состав преступления, типа Организация массовых беспорядков. То есть как минимум полтора месяца уже за Платошкиным велась очень серьезная расследовательская работа. И вот прямая речь Федорова. Ну мы направили его высказывание для анализа на предмет подпадания под статьи Уголовного кодекса. Если там найдутся основания, то естественно я направлю материалы о привлечении уголовной ответственности и немедленному аресту. Только не домашнему, а настоящему. Потому что мы должны с вами, мы же это предупреждали. Для того он в 2018 году и был десантирован из Соединенного Штата по Америке в Россию, для того, чтобы, грубо говоря, заменить Навального, который уже к тому времени американцы поняли, не справляется. И в союзе с КПРФ, который в давний союзник еще по 1991 году по ликвидации запустить процесс собственно ликвидации российского государства. Ребят, Платошкин, замена Навального, десантированный из США, внедрится в КПРФ. А КПРФ это давние друзья США по развалу Советского Союза. Господи, что он несет, что он несет. Как раз сейчас мне очередной адепт Нода долбится в личку ВКонтакте с рассказами о том, что Путин через референдум хочет спасти нашу великую державу от колониальной зависимости от Соединенных Штатов Америки. Я спрашиваю, дружок, так где референдум-то путинский? Где референдум? Он мне присылает ссылки, видео, картинки. Какой Путин молодец, что он объявил всенародное голосование. Я говорю, а референдум где? Вот это Нодовцы, это вот типичный стиль. Но у этого Нодовца, у Евгения Федорова, у него есть депутатский мандат. И его статус, он совершенно особый. Он не как у простого балабола с телевизора, интернета или откуда угодно. Его каждое прошение, требование, обращение в прокуратуру, в следственный комитет имеют особый вес. И возможно, что именно этот человек организовал такую травлю Платошкина. Очень интересно посмотреть, что об этой ситуации пишут телеграм-каналы. Те самые, которые сейчас являются мейнстримом политической такой жизни, политических обзоров. Смотреть будем, конечно же, самый крупный и серьезный канал политического российского телеграма Низ Игорь. По запросу Платошкин выдается не так много материалов. Самый старый, здесь Платошкин вскользь упоминается, что лучше всех с оживлением партийных рядов справляется КПРФ, у которых есть Платошкин и Грудинин, новые лица. Потом, от 10 февраля этого года, то есть полгода назад почти, вопрос не в том, что внутриполитический блок самоустранился от организации обсуждений в Конституцию, то здесь вообще очень далеко все от Платошкина. Здесь только в конце приписочка. Об этом как раз четверг будем говорить в прямом эфире с Николаем Платошкиным. То есть политик Николай Платошкин, его вообще не замечают наши телеграммы. Наши телеграммы интересуются, какие кому, друзья, силовики, чиновники, олигархи. Вот про это прям все сплетни рассказы, что вот ковальчуки у них тот-то генерал, их друг, он их прикрывает, теперь на него завели уголовку. И вот как эта элитка грызется между собой и столкновение клановых интересов. Теперь, сегодня, сразу куча сообщений, все про Платошкина. Давайте почитаем. Пишут, что Николая Платошкина арестовали, якобы готовил массовые беспорядки. В квартире провели обыск. Бред какой-то. Зачем? Безобидный политик. Ребят, вот эти все телеграммчики, телеграмм-каналы, с некоторых позиций их важно и интересно почитать. Но, они совершенно не верят в то, что народ, люди, толпа, масса может вообще на что-то повлиять. У нас же народ терпилы, это их мнение, понимаете? За Платошкиным сотни тысяч человек, он выдвигает конкретную программу действий, у него есть конкретные лозунги, конкретные политические изменения, к которым он призывает. Его считают, что он вообще безобиден, совершенно ничего не значит. С Платошкиным все непросто. Он часть одной силово-политической группы. Кланы ведут борьбу, это классика жанра. У них есть видимые акты, а есть скрытые. Платошкин публичный актор большой игры. Видите, кто-то даже не в курсе, что Платошкин с кем-то связан. А кто-то думает, что Платошкин часть одного из огромных кланов. Но, конечно, не указывают, какого именно. Мне просто смешно это читать. Арестом Платошкина его вышибли из числа претендентов на роль лидера КПРФ. Плакали спонсорские денежки. Эти люди, очевидно, вообще давным-давно не следят, что происходит в КПРФ и между движением «Новый социализм» и КПРФ. Между ними отношения вполне себе напряженные, уже там полгода примерно. Плакали спонсорские денежки. Интересно, чьи? Может, они считают, что это Аврора его за большие деньги в эфир пускает? Или «Комсомольская правда», с которой его уволили? И на федеральные телеканалы его почему-то особо не приглашают. Где увидеть эффект вот от этих спонсорских денежек, которые вбухиваются на Платошкина? Где они? Про Платошкина ходит достаточно много разговоров, что он системный муляж. Мог ли он составить конкуренцию Зюганову? Вопрос спорный. Платошкин, как и у Дальцов, работают на радикальных флангах КПРФ. И они существуют скорее для абсорбции радикального протеста. Платошкин был достаточно слабым проектом, появившимся после проекта Мальцева. По аресту Платошкина есть несколько версий. Первый. После принятия новой концепции борьбы с экстремизмом, контроль за публичное и партийное пространство, в том числе радикальное, должно находиться в руках определенных политических менеджеров. Короче, начинается какой-то околополитологический бред, который я вообще не понимаю, в чем его смысл, если человек делает вид, что он во всем разбирается. А потом оказывается, что у него есть аж три версии, которые сводятся к тому, что все-таки Платошкин проект. Просто непонятно, что с ним происходит. Некто просто сивково пишет. Я даже знаю одну строительную компанию из Москвы, которая сильно расстроится. Из столичнего депутата, который расстроится еще больше. Чудны дела твои, господи. Серьезно? Все знают, что депутат Мосгордумы Сергей Себастьянов – это креатура Платошкина. Здесь нет ничего секретного, тайного, странного. А что за строительная компания? Где четкие факты? Какие-то намеки? Сплетенки? Типа, у меня есть информация? Очень смешно. Ленинско-сталинские лавры затмели Николаю Платошкину голову. Захотелось политической борьбы. Забыл только, что впрямую наезжать на президента в нашей стране позволено далеко не всем. Инициированные разговоры о параллельных выборах, альтернативных партиях, вооруженном сопротивлении тоже совсем не починут. А где у Платошкина призывы к вооруженному сопротивлению? А вот еще веселее. Эксперт считает, что беспорядки в Америке повлияли на задержание Платошкина. В то же время эксперт считает, что сегодняшнее решение президиума ЦК КПРФ не поддерживать поправки в Конституцию требует ювелирно точных политтехнологических решений. Протест КПРФ должен быть управляем, необходимо избегать радикализации, а сам протест должен отсечь активный негатив. О как! Только из этой новости я вдруг узнаю, что КПРФ оказывается решили все-таки голосовать против поправок в Конституцию. О какая новость! Во как! И в самом деле президиум ЦК КПРФ призвал голосовать против предложенных президентом Владимиром Путиным поправок в Конституцию России. Ну что ж, мне нравится хоть одна хорошая новость за сегодня, друзья. Ну, во-первых, мы видим, чего стоят все эти анонимные телеграм-каналы, в которых такие всезнающие лица сидят. Очень серьезно нужно фильтровать весь этот контент. Платошкину свободу, мы обязательно будем поддерживать его борьбу. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты, пишите длинные комментарии. Будем держаться вместе, только вместе мы сила. Скоро у меня самого суд, поэтому я испытываю особые эмоции, когда все это рассказываю. До новых встреч, пока!